ДАТА 8 НОЯБРЯ Город, который считается неприступной крепостью. Панахалихан построил этот город таким образом, чтобы жители Шуши были максимально защищены от врагов. Взятие Шуши за несколько дней с небольшими потерями и без большого ущерба для города – это символ высокого профессионализма и смелости. Как передает канал 13, об этом сказал президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, на встрече, проведенной с военнослужащими, проходящими лечение в клиническом медицинском центре номер один. По словам президента, армяне поменяли название нашего древнего города, дали новое уродливое название. Они поменяли название всех наших сел, они хотели стереть наше культурно-историческое наследие, они хотели привезти армян из-за рубежа и разместить их в Шуши. В результате строительства новых коммуникаций и дорог они хотели ускорить процесс размещения армян из-за рубежа, особенно в районах вдоль Аракса, сказал президент Алиев. Алиев отметил, что бои были ожесточенными и противник оказывал сопротивление. Пусть все знают, что победа, достигнутая за эти 44 дня, была достигнута благодаря профессионализму и героизму наших военнослужащих. Враг не хотел добровольно покидать оккупированные территории. И вы, люди, принимавшие активное участие в этих боях, знаете, какие укрепления они построили за 30 лет. Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу, 13 ноября, в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху. Наблюдение будет вестись как на земле, так и в воздухе путем БПЛА. Как передает канал «Альтернации» со ссылкой на турецкое агентство «Надолу», об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлю Чаушоглу. Он напомнил, что Турция и Россия достигли соглашения по созданию совместного наблюдательного пункта по соблюдению пунктов заявления по Карабаху. После согласования Москвы и Анкары вопрос будет вынесен на утверждение Азербайджана, отметил турецкий министр. Чаушоглу также сказал, что центр мониторинга в Карабахе будет иметь несколько отделений. Заявление парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» показало, что действующая власть пока не осознала, какую беду навлекла на голову Армении, пойдя на непростительное преступление в отношении всего армянского народа. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса, возглавляемого первым президентом Армении Ливоном Терпетросяном, передает канал «Тернадцать». Одновременно заявление делает очевидным, что власть категорически отвергает конституционный путь преодоления внутриполитического кризиса и фактически взяла курс на обострение конфронтации. Это не что иное, как грубое попрание демократии и парламентаризма, которым они якобы привержены, отмечается в заявлении. Ранее С-глава службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванициан, заявил, что группа предателей, которая сегодня находится у власти в Армении, сдала Азербайджану Карабах. Лидер карабахских сепаратистов Араик Аручнян в ходе прямого эфира в Facebook также сказал, что если кого-то и следует обвинять в предательстве, то тогда можно обвинить в этом весь армянский народ. Министерство внутренних дел Азербайджана начало переводить отделение полиции на освобожденные от оккупации территории. Как сообщил журналистом начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Ивазова, Хаджавенское районное отделение полиции размещено в освобожденном от оккупации поселке Гадрут. В соответствии с указом продолжается размещение отделений полиции и в освобожденных от оккупации в Издулинском, Джабраильском, Зангеланском и в других районах, сказал Захидов. Он отметил, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана отделения полиции будут осуществлять особое управление в районах в качестве временных комендатур. Армяне превратили одну из колыбелей человечества Азыхскую пещеру в склад с боеприпасами. Об этом сказал пресс-секретарь государственного агентства по туризму Кенан Гулзаде. Отметив, что туристический потенциал этого региона очень богат, Гулзаде сказал, что поскольку многие историко-культурные туристические объекты и памятники были разрушены армянами, необходимо провести переоценку. Согласно имеющейся у нас информации, на этих территориях около 900 культурно-исторических памятников. Необходимо провести подробное исследование, чтобы изучить, какие из наших культурных и исторических памятников разрушены. Понятно, что многие из них были повреждены в результате армянского вандализма, сказал Гулзаде. Он отметил, что после исследования предусматривается создание туристических маршрутов по таким направлениям, как история, культура, кухня, музыка, паломничество, природа, культура, здоровье, отдых. У нас также зародилась идея создать маршрут героев. В настоящее время подходы разнятся, но все эти вопросы требуют комплексного изучения. Главное, что мы должны выезжать на участки и проводить оценку на местах. На основании этого можно будет строить планы по созданию маршрутов, так как у каждого региона есть своеобразный туристический потенциал. Есть возможность создавать маршруты для каждого региона в отдельности. И это рассматривается в настоящее время. Сейчас рано говорить, какое направление будет приоритетным. Решение будет принято после исследований, подытожил Кенан Гулзаде. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 52 миллиона. Как передает канал 13, это следует из данных университета Джона Хопкинса. Согласно его информации, в мире зарегистрировано уже 52 миллиона 41 тысяч 515 случаев COVID-19. При этом число умерших заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1 миллиона 282 тысяч 184. Выздоровели 33 миллиона 870 тысяч 32 пациентов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США 10 миллионов 392 тысяч 702. По числу жертв инфекции также лидируют Соединенные Штаты 247 тысяч 397, а по количеству выздоровевших Индия 8 миллионов 64 тысяч 548. В Армении коронавирусом заболели 110 тысяч 548 человек. В Грузии 66 тысяч 561. Среди соседних стран наиболее высокая смертность от COVID-19 зафиксировано в Иране 39 тысяч 664 летальных исхода. Для сегодня в Азербайджане подтверждены 68 тысяч 594 случая инфицирования коронавирусом, 51 тысяч 7 человек вылечились, 885 скончались. Число активных больных составляет 16 тысяч 702.